Привет всем! Сегодня 11 апреля 2016 года и сейчас на мой Xperia Z3 Compact загружается обновление Android 6. Не прошло и года, буквально 11 месяцев с момента официального выпуска этой системы. Сейчас прошивка докачается, установится и я расскажу вам про её новые интересные фишки. Обновление завершено. Как видите, здесь внешне в принципе ничего не поменялось. У нас здесь версия Android 6.0.1. В меню настроек изменилось несколько значков и появилась пара новых пунктов меню. В самом низу настроек большой раздел «Поддержка Xperia Care». Он объединяет информацию о гарантии. Есть раздел «Справки», «Диагностика» и «Резервное копирование». В меню приложений появилась отдельная страница со строкой «Поиска по приложениям». На эту страницу выносится часто используемое рекомендуемое приложение. Изменилась работа с картой памяти. После загрузки обновлённой системы в плеере надо заново выбрать папки с музыкой. Сейчас проверим, можно ли теперь удалять фотографии в галерее через Google Фото. Выберем какую-нибудь фотографию. Удалить. Нет доступа. Как и раньше. Очень жаль. Посмотрим новую функцию «Разрешение для приложений». Заходим в «Настройки», «Приложения», ищем Google Фото, новый пункт «Разрешение». И хрен там. Даже пункта доступа к карте памяти нет. Возможно, это поправит в следующих версиях. Настройка памяти изменилась. Появилась кнопка извлечения флеш-карты и новый пункт «Удалённые общие ресурсы». Теперь с его помощью можно подключить сетевую папку для доступа, как обычную папку для всех приложений. По-моему, это очень круто. Шторка громкости как бы выпрыгивает. При нажатии на стрелочку раскрываются дополнительные настройки. Настройки Google переехали в общие настройки, и больше нет отдельного значка в списке приложений. В настройках дисплея адаптивная регулировка яркости теперь работает более адекватно. Также здесь появился новый пункт – включение камеры двойным нажатием кнопки питания. Сейчас это и проверим. Ну вот, что-то заработало. Режимы камеры меняются свайпом вправо и влево. Настроек стало больше, и меню в целом стало намного удобнее. Приложение «Контакты» – значки контактов без фотографий теперь стали разноцветными. Приложение «Телефон» – всё в общем как обычно. Сверху формируются популярные контакты. Даже при быстром листании ничего не зависает и не тормозит. Теперь проверим, как работает новая функция «Контекст от НАУ» на веб-страницах. Откроем сайт какого-нибудь магазина. Тут мы видим время работы, кнопку вызова, возможность перейти на сайт, интересно зачем, ссылки на какие-то товары, бренды, бесполезная функция в общем пока что. Ещё одно большое нововведение касается буфера обмена. При выделении текста меню буфера появляется возле выделенного фрагмента и не надо тянуться наверх экрана, как это было раньше. Ну и конечно, главный вопрос, который наверняка волнует всех пользователей данного смартфона. Стоит ли обновляться сейчас или подождать каких-то исправлений и захваток? Я уже попользовался этой прошивкой несколько часов, пока монтировал это видео. И могу сказать, что каких-то глюков и багов я в принципе не заметил. На этом всё. Если я что-то вдруг упустил, напишите об этом в комментариях. Спасибо, что смотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok